Мы продолжаем наш эфир. Подрыв оккупантами Каховской ГЭС не спровоцирует в 2023 году критического дефицита агропродукции. Такое заявление сделал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головня, отметив при этом, что в результате подрыва Украина потеряет определенную часть урожая зерновых. Все-таки потеряет, но потери будут не критическими. Давайте пообщаемся на эту тему с нашим следующим собеседником. К нам присоединяется Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета. Денис, здравствуйте. Как обычно, рады вас видеть. Приветствуем вас. Значит, на что обращается внимание в этом заявлении о том, что не будет критического дефицита агропродукции? То есть дефицит все-таки мы почувствуем какой-то, да? И в 2023 году, а что будет в 2024, 2025 и так далее? Если говорить о дефиците, мы его ощутили еще в начале полномасштабной войны, фактически с весны 2022 года, а особенно это касалось по категории овощей, потому что действительно, как мы с вами говорили, и Херсонская область, и Запорожская область характеризовались тем, что они поставляли значительное количество ранних овощей, то есть которые выращены в теплицах, и дальше уже появлялись овощи в сезон. И постепенно товаропроизводители из разных регионов Украины начали вот эту нишу замещать, то есть начали выращивать эти культуры. В 2022 это не было так ощутимо, потому что многие, кто только входил в это направление сельхозпроизводства. В 2023 году уже больше регионов Украины и товаропроизводителей, понимая о том, что война продолжается и временно оккупированные территории еще остаются под контролем временным России, люди кушать хотят, опыт в стране есть на овощи, они начали специализироваться на этих культурах, такой борщевой набор, скажем так. И фактически вот сейчас, в 2023 год, когда там в середине лета уже начнут появляться овощи, которые выращены под открытым небом, то есть я думаю, что дефицита действительно не должно быть. Но мы говорим о перспективе возвращения этих территорий, когда фактически люди будут возвращаться на свои рабочие места, возвращаться к своим домам, и нам нужно будет говорить о том, каким образом возвращать возможность экономическую в эти регионы, потому что мы не говорим только о том, что они выращивают. За каждым выращенным продуктом стоит большое количество людей, которые на этом зарабатывали деньги и работали. Поэтому в контексте следующих годов действительно это будет убыточный сектор для особенно левой части Херсонщины и части Запорожской области. И в этом контексте нам нужно сейчас думать, каким образом возможно было бы поддержать финансово, дать какие-то грантовые проекты совместно и с нашими международными партнерами, которые бы могли, возможно, не выращивать, давать деньги на выращивание под открытым небом овощи, а формировать дополнительно какие-то тепличные хозяйства, таким образом возвращать славу региона, который специализируется на овощах, и таким образом давать возможность людям работать, зарабатывать и возвращать жизнь на эти территории. Подрыв Каховской ГЭС, он уже отразился каким-то образом на цены на зерновые, в частности, на биржах. Да, фактически за несколько часов после того, как произошел взрыв, когда Россия подрывала Каховскую ГЭС, фактически все мировые биржи, которые специализируются на формировании цен на сельгоспроизводство, конкретно вот Чикагская биржа, фактически более чем на 4% произошел рост цен. Более того, мы уже имеем заявление ИОН, хотя такая мертвая организация, но даже она уже сейчас считает убытки, которые будет нести мир в контексте недополучения продовольствия с Украины, очень сильно они это ощущили с начала войны, потому что тогда цены пошли высоко, фактически очень быстро поднялись, и, скажем так, состоялась определенная криза в контексте поставки продуктов питания в те регионы, куда мы как страна традиционно поставляли в Африку, в Азию, на Восток, и сейчас в контексте деоккупации этих территорий мы фактически говорим от потери возможности потенциального экспорта, там около 4 миллионов тонн. Это большие цифры, которые, конечно же, отображаются на продовольственной безопасности и мира в том числе. Скажите, Денис, вот если мы обсудили то, что критического дефицита продуктов, по крайней мере, в этом году не будет, а если говорить о тех странах, в которые экспортировалась продукция из Украины, как мир ощутит на себе последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС? Это серьезный урон, уже начиная с момента, когда Россия блокирует возможность поставок через Черное море, то есть Черноморское соглашение не работает, это уже ощутимо, потому что значительное количество украинского зерна не поставлялось вовремя, и если говорить о контексте, там, ну, более года, там, ну, не год, с 1 августа де-факто начался идти экспорт в территорию Украины, за это время, когда Россия блокировала, мы не поставили около 10 миллионов тонн зерновых. Это уже очень ощутимо, потому что те страны, которые покупают это зерно, они не имеют возможности его хранить, они не имеют возможности делать большие запасы, они как бы зависимы от того, в сезон сколько придет кораблей. Если мы говорим о том, что фактически вот этот потенциал недополучит Африка, например, уже, скажем так, звучат сигналы о том, что нужно думать, каким образом и где замещать это продовольствие. И тут Россия начинает эту ситуацию качать в свою сторону, таким образом шантажируя мир. И вот были заявления президента страны-агрессора Путина, который сказал, ну, если вот такая ситуация сложится, Россия готова предоставить свое зерно даже на безоплатной основе. Страна бедная, страна голодная, страна не имеет никакого потенциала, но вот торгуясь с миром, шантажируя продовольственной безопасностью, они в этой ситуации пытаются сейчас переиграть в свою сторону. Когда они будут продолжать осуществлять такое давление, они же будут это давление осуществлять по одной причине, чтобы мир начал санкции уменьшать по отношению к России. Вот вы боитесь, что будет голод, ну, давайте тогда мы готовы перекрыть эту ситуацию, но давайте смещать санкции. Поэтому в этом контексте очень важно, чтобы мировое сообщество продолжало действовать вне сон, и санкции, которые действуют в отношении и к логистике, и страхованию, и невозможности запускать трубопровод, аммиачный трубопровод через Тольятти и Одесса. Все это работало. Тогда Россия действительно будет еще более, ну, скажем так, адекватно оценивать и, возможно, более активно вставать в переговорный процесс для того, чтобы все-таки Черноморское соглашение работало. Поэтому, если уточняю ваш вопрос, действительно, мир очень сильно будет зависеть от поставок с Украиной. Денис, мы обсуждаем с вами последствия для аграриев после трагедии на Каховской ГЭС, но ведь мы еще не знаем, в каком состоянии она вот застанется, например, Запорожская область. Окупант продолжает эту пагубную практику, подтверждая тем, что он есть автором трагедии в Каховке, он подрывает сейчас мелкие дамбы в Запорожской области. Вот там какие потери? Следите ли вы за этим? О каких площадях идет и насколько необратимый урон почвам там они наносят? Тяжело сейчас сказать конкретно о ситуации, сколько гектаров непосредственно было затоплено, сколько продовольствия на временной оккупированной территории мы потеряли. Но вот появились данные от нашего агентства мелиорации рыбного хозяйства, которые говорят, что через действие подрыва Каховской ГЭС мы уже имеем потери таких сооружений, которые занимаются рожением убытки более чем на 130 миллионов гривен. Это только технические сооружения. То есть мы подразумеваем, если туда они не работают, значит вода не будет поступать, значит технически фактически дать возможность там что-то выращивать будет невозможно. Денис, а вот сегодня Путин там, был у него шабаш очередной встречи с военкорами, и он сказал, что как бы Россия, цитата, «подумывает о выходе из зерновой сделки». Это история о шантаже. Кому этот месседж был? Ну мы с вами все время, когда остается месяц до окончания очередного соглашения, Россия начинает поднимать эту волну своих хотелок, начинает шантажировать. Этот месседж действительно был направлен в контексте к мировым странам, в Европейском Союзе, в Соединенном Штатах Америки, Британии, которые следят за тем, чтобы эти санкции работали, и как вот, например, по газу и по нефти эти санкции сработали, Россия недополучает свои нефтедоллары, и если санкции будут продолжаться, так, конечно же, они не будут получать эти деньги через возможность продавать свое продовольствие, потому что логистика их не работает, страхование не работает, и с ними фактически многие адекватные страны, и бизнес прекращает какие-либо сотрудничества. Ну вот сейчас Россия начинает очередной свой торг в контексте возможности продления или непродления. Ну, хотелось бы надеяться, что уже после выборов более четко будет формироваться позиция Турции, которая выступает гарантом продовольственной безопасности в контексте того, чтобы экспресс территории Украины и шел. Надеемся, что Эрдоган уже начнет и международную активную политику, в том числе для того, чтобы зерновое соглашение продолжало действовать. Как будут развиваться события, сейчас очень тяжело предугадать, потому что Россия — это страна, которая не додерживается никаких условий, это страна-агрессор, это террорист, и в этих условиях действительно мы, как страна, с ними не ведем никаких переговоров, все будет зависеть от наших международных партнеров. Денис, давайте вернемся к Каховской ГЭС. Будут большие споры по поводу ее восстановления. Они уже начинаются. Историки советуют, многие, историки советуют не восстанавливать, потому что это исторические земли, места поселения казаков. Там было очень много сечей. Экологи тоже начинают спорить, стоит восстанавливать или нет. И некоторые из них говорят, дайте, верните Днепру его русло, верните Днепру его мощь. Что скажут аграрии по этому поводу? Я думаю, не только аграрии, а много отростей нашего сектора экономики и промышленности, аграрных секторов скажут, что это фактически приведет к тому, что мы потеряем экономическую основу этих регионов. Потому что сельское хозяйство имело возможность развиваться многие годы в этих регионах, благодаря тому, что существовало рошение. Если же не будет рошения, фактически мы не будем говорить о каких-то возможных других отраслях, которые могли бы там работать. Вы должны понимать, это климат очень такой серьезный, там очень жарко летом. Это степь, и там фактически без воды никакой житей деятельности построить не будет возможно. Мы должны понимать, что это наша страна, это наш дом, и туда должны возвращаться люди. Если люди, куда будут возвращаться? Только тогда, когда будет функционировать экономика. Да, мы на начале можем там поддержать финансовую, но это будет гетто, если там не будет работать экономика. Мы построим дома, люди будут жить. Но какая будет жить, если там не будет никаких возможностей работать и зарабатывать? Поэтому в контексте не только аграрной отрасли, а и возможностей, например, транспортного хода корабля, суден по Днепру, которые могли бы перевозить значительное количество грузов, которые могло бы потом идти в Черное море и там реализироваться. Поэтому в этом контексте мы очень, знаете, после войны экономически будем очень слабы. И нам каждую возможность, где можно будет заработать, нужно использовать. Поэтому, да, потребуются годы. По предварительным оценкам не менее пяти лет, но это то, что нужно сделать. Иначе мы практически сделаем вот эту территорию, ну, как бы очень тяжелую для жизни. Денис, учитывая то, сколько вызовов сейчас перед Украиной, в том числе и в аграрном секторе, вот сейчас, во время вашего, там, условно, рабочего дня, вы часто сталкиваетесь с месседжами, с предложениями, с высказыванием мыслей, с предложением помощи от своих коллег из различных стран? Ну, с различных стран, к сожалению, не очень тяжело. Но мы, благодаря своим усилиям, мы имеем, я буду конкретно говорить за нас, мы имеем свой благотворительный фонд, СЭВЮА, который сейчас направляет гуманитарную помощь пострадавшим территориям. В том числе, очень важный аспект, это такие небольшие технические возможности для очищения воды для каждой семьи. Это очень важно. Ну, и получаем мы это благодаря международным тоже гуманитарным программам, поэтому в этом контексте действительно мир понимает ситуацию, в которой оказались украинские граждане, и фактически через свои грантовые проекты поддерживают эту ситуацию для того, чтобы там не было никаких пандемий, и не было дальше прогресса в том, чтобы, вот, скажем так, эта катастрофа, которая несет загрязнение воды, чтобы люди могли хотя бы употреблять нормальную воду. Мы в этом контексте очень сильно сейчас над этим заняты. Что касается финансовой поддержки, пока никаких результатов у нас нет. У нас в ближайшие дни состоится встреча с министром аграрной политики Николаем Сольским. Будем этот вопрос также поднимать и услышим, возможно, на уровне государственном между министерствами разных стран идут какие-то коммуникации. Если будут такие какие-то месседжи, я, конечно же, озвучу в вашем эфире. Вы говорите, быстрым процесс восстановления аграрного потенциала этого региона не будет, а уже думают украинские аграрии, в том числе и министерства, соответствующие о том, что нужно сделать, чтобы этот период прожить как с минимальными потерями. Я имею в виду, присматриваются ли к новым землям? Думают ли уже, чем их засевать, чтобы все-таки как-то увеличивать наши урожаи и экспортные возможности? К сожалению, сейчас говорить о увеличении урожая очень тяжело, потому что технологически мы через войну потеряли очень много. В первую очередь финансов для того, чтобы инвестировать в сектор и чтобы наращивать производство. Это нужно большие деньги. Вот есть научные исследования, которые провела Киевская школа экономики. Они говорят, чтобы выйти на потенциал довоенный, нам понадобится не менее 20 лет. То есть нарастить тот потенциал, который мы имели до 2021 года. Поэтому вот такие цифры сами за себя говорят. Когда мы говорим с товаропроизводителями, они уточняют, что к моменту, когда еще было все нормально, в контексте того, что существовал газ, но было временно оккупированная территория, мы надеялись на ближайшее освобождение, они говорили, чтобы потенциал возобновить понадобится около 2-3 лет. Но в контексте подрыва Каховский газ, еще ее возобновление это около 5 лет. То есть плюсуем, это еще минимум 8-9 лет, которые понадобятся для восстановления. А сейчас сельское хозяйство в Украине фактически оно занято, все земли заняты, все работают. И сказать, чтобы там провести какую-то релокацию, очень тяжело. Не секрет, что вот с началом полномасштабной войны, не говоря уже о том, что случилось с подрывом Каховской ГЭС, аграрный сектор украинский очень пострадал. Но вот мы озвучиваем эти все моменты в эфире нашего телеканала с вашей помощью в том числе. Мы вас благодарим за это и говорим вам до скорой встречи. Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета, был в эфире телеканала Freedom.